Выдвигаемся мы уже в ущелье. Видите, я закрылась банданой, потому что очень жарко и печет. А с утра-то было, конечно, очень холодно. Вот тут видно, что это вулканический песок. Вулканический песок. Тут, значит, проходила лава в этих местах. А, лава здесь была. Чуть-чуть видно, что это... А вот это обсидиан. Вот, я с тобой говорю. А там такие здоровые лежали. Да. Наташа говорит, можно взять сувенир. Ну, только в аэропорту тормознуюсь. Наташа тоже одевается сейчас. Вот, сейчас солнышко зашло. Такая тучка-неберучка. Но на самом деле пекло сильно. А обезьяны, фу, просто бешеные. Бежала за мной, потому что, ну, я бутерброд ела просто. Надо было поесть в машине, а что? Не подумала. Знаем, да, кто сталкивался с обезьянами. Абсолютно непредсказуемые животные. Наташа, раз кулек выхватили в Индии, убежали. Хорошо, что там просто батарейки были использованные. У нас просто, ну, хватило ума не выкидывать в природе, а просто там получить в кулек и нести. Вот, выхватила кулек, вырвала, порвала, побежала. Тут какашки. Какахи, кричат Наташа. Ну ладно, уже буду взрываться. Не, это же на это, на фарт. Какашки, это к деньгам, так что, если вступим, ничего страшного. Ну, это я себе придумала такое. А как это работает? Нам рассказали, когда ветер дует, они свистят, да? А как, от вибрации? Они полые, наверное? Ну, ветер там, в паришек, я в середине венказала. Да, вон и поле в середине. Ух ты, вот оно. Оно легенькое. Ой, смотри, как это. Равлык. О, равлык. Прикольно. Можно на праку порубь. Возьму. На сувенир, конечно, нет. Ой, так надо торбук. О, смотрите, ребята, оно вон молодое, какого цвета красивое. Ну, не такое красивое, как голубые яйца обезьяны. Так это как, кстати, зачем вы ввозите иголку единообраза? Возьмем шишечку. Саша, ты прикол. Вчера я не рассказывала. Что-то за иголку единообраза кто-то вывозил, там вся целая проблема. Иголку единообраза выводили, да? А зачем иголка единообраза? Кому вона потребна, эта иголка? А сейчас такая. И тут Наташа, да? Сейчас шишечку выведем, да? Да мы возьмем образы, когда мы возьмем. Вот тебе и все. Реально красивое. Я не знаю, как я его донесу, правда? Смотрите еще какое дерево красивое с этими же колючками, но более зеленое. Вот это вот дерево, да? А это, сказали, натуральный антиперспирант. Можно положить под подмышки и пахнуть не будет. Не поклассайте, а типа натерте. Его растерте. И растерте подмышками. Буду пахнуть. Вот так роблять Масаи. В общем, вот так вот Масаи делают. Я мажю, если еще буду аллергия, но я наматалась, в принципе. Ну, доброе. Давай, показывай классную природу. Пахнет очень нежно. А ну, Наташа, покажи, как ты это делаешь. Ой, как я? Растираю. Растираю. Мажешь подмышками. И футболку можно еще носить несколько дней. Немножко напоминает по аромату. Класс, слушай. Так я это возьму. Сейчас Аня меня пробивает. То есть Наташа уже взяла иголки дикобраза. Эвкалипт взяла. Чувствую, чемодан будет с перевесом. Я на таморье из-за этого. Какая природа офигенная просто. Ну, можно у тех купить. Реально. Это просто круть. Или это не какахи? Что это? А что это? Камни? Это камни. Застывшая лава, кстати. Просто Аня сказала, думаю, гиена так не может. Где заспешивала? Что, у него обед? В общем, надо чуть быстрее двигаться. А то мы тут все снимаем, показываем, фотографируемся. Ну, а тебе еще и под ноги надо смотреть? Да, желательно. А то с камеры улететь очень легко. А что это за... Ну, просто перейди. Блин, мы застряли, потому что здесь это вот грязючка. Ну, и я так жучу. Иди по следам. Да, по следам. Давай, вперед. Ох, мы застряли здесь немножечко. Ух ты, зато какие виды. Главное, мне с камерой не ехнуться. Не надо сильно наступать. А, я поняла. Да, нужно пролетать по верху. Ничего так себе. То есть, представляем, в принципе, если здесь вода выходит из берегов, все очень плохо. Ох, круто как. Просто по следам джунглей. И мы с вами, народ, конечно же, подтянемся. Ох, иголочки. Они меня сейчас так зацепили по животу вообще. Вы знаете, так больно, Вастенька. Ну, давай за сниму, как ты переходишь. Давай. Ну, все, это у меня еще неплохо в кармане. А тут все такое вязко-противное. Поехали, да бабай. Так, аккуратно, да? Прощайте кроссовки. Опла. Прощайте. Мы специально взяли темные. Давай, может, ты вперед иди? Или я мне? Давай я иду. Не, все нормально, я иду. Ну, я как бы пройду, а ты уже потом. Опа. Ох, народ. Вот это мы с вами гуляем. Вот это мы с вами гуляем. Лайк обязательный, лайк обязательный. Все-таки тяжелая местность. Хух, и вперед в джунгли. Вперед дальше. И так, это вот... А куда? Давай. Ничего так, да, вообще? Давай подтолкну. Не, нормально. Так. Сейчас меня может заберет. А может нет? Сейчас подожди, Саша. Не брали руку. Не брали руку. Я камеру держу. Не брали руку. Я камеру держу. Не, да нет. Ну ладно. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша, что ты... Блин. Потому что Саша, ты первый раз вообще был. Вот так, да. Ох, смотрите, откуда мы вылезли вообще. Саша герой, конечно, подтянул меня и Наташу. Ставьте лайк для Саши и пишите коммент. Какой он классный человек. Ну, включаемся уже минут 10, идем по такой местности. Понимаем, да? Это настоящие африканские джунгли. Фу. Я уже в колючки пару раз влетела. Вот они постоянно здесь. Ну, смотрите. Ох, постоянно эта штука здесь. Прошу прощения за стабилизацию. Конечно, тяжело идти по горкам. Ай, снова в колючку влетела. Ну, что ж вы такие колючие-то? Фу. Немножко мы отстали от нас. Вот. Саша с Наташей идут передо мной. Я иду последняя. Иногда фоткаюсь, иногда снимаю видео. Колючки везде, постоянно. Такие довольно-таки островатые. Если заметите, я делаю рукава такие. Вот, рукава. Защита солнца очень часто пользуюсь в Эмиратах. То есть, где-то, если вы в поездке, крем же нужно каждый час-два мазать. И сразу в отзывах было, значит, нужно одеть кепку, крем и воду с собой. Вот Наташа Саше дает шапочку теплую. Ну, а что делать? Тебе классно. Мне прикольно. Потому что Саша кепку забыл. Саша выбирает супер. Так что... Ты на рэпера похож, Саша. Все нормально. Е-е-е. Ой, тут вообще колючек вязаный. Вообще дико просто в такое влететь. Ой, это красивое дерево просто. Кенийская акация. Класс. Ну, и вообще виды здесь, конечно, космические. Ну, великолепно. Великолепно в этой стране. И воздух такой дышится хорошо после песка. У нас уже и чихи, и кашля, и аллергия. Ну, когда долго сидишь, все-таки в Эмиратах это дает свое. Вот, продвигаемся, друзья мои, дальше по джунглям вместе с вами. Вот ущелье это. Саша, давай аккуратно. Вот так вот оно. Ничего так, ну да. Прикалываю, как это все. Офигеть, спуск здесь, да? Народ, смотрите, мы вот тут вот идем. Это большой вопрос, дойдем ли мы туда. Наташа спускается и застряла с рейнджером. Слава богу, он там. Саша с Ильей уже спустились. Это вот ущелье. Я тебя успокаиваю, с тобой. Я в него. Офиг, ну один добрался. Блин, надо поменьше таких ужастиков смотреть. Вот реально, вот сейчас мы будем спускаться здесь. Может на камере оно как-то видно получше. Пробирались мы уже оттуда. Там уже было, блин, стрёмно. Это просто какой-то трэш. Вот это, да, блин. Вот это вода, когда здесь бежит. Это, конечно, жесть. Ты где? Ты где? Ты где инструкция? Где? Сейчас вопрос большой, на чем веревка держится. Вот она. Где еще он под ногой проходит. Куда-то идет туда. Где? Вон туда. Вот она уходит. Вот уходит туда. Ну, как вы думаете, веревка не перетирается? Об дерево или от камешек? Ребята уже там. Уже улыбающиеся лица нас ждут. Они, конечно же, улыбающиеся. Они, конечно же, улыбающиеся. Ну, как Наташа спускается просто, смотрите. Это просто жесть. Это просто скалолазные эти. Ну, у Наташа сама знает, наверное, какие лучшие, блин. Чего-то так он... Блин, уже упало. Это просто жесть, блин. Держи, Синька. Держи, Синька. Держи, Синька. Он говорит, я боюсь, он встав ногу сюда. Там, блин, пропасть такая, что вообще капец. Тут дальше будет интереснее. Я тебе зараз про веревку скажу, и ты меня послухай, ладно? А потом я тебе покажу, где веревка крепится. Я бы ослуху. Неужели внизу? Нет. Нет? Аккуратненько. Ой, да, в направлении. Веревку... Аня, не лезь, подожди. Ромашка, расправь веревку, прямо, чтобы она была вертикально на горе. Ромашка, тяни веревку на себя. Посмотри, она... Вот, еще, да. Между ногами бери ее и спускайся. Все, давай, это, ну, у вас овечка, такие уже крутые, типа, прошли все. О, блях. Вот, блин, посмотри. Посмотри, посмотри. Отклоняйся, отклоняйся. Аккуратненько здесь, аккуратненько. А тут вот самый момент, который там... Ну как? Да, нормально. Чего тебя не... Это нормально. Господи, на руки тросятся. Не говори. Посмотри, вы руки. Веревка вообще почти перетерта, чтобы вы понимали. Тихо, тихо, тихо. Тихо, давай, Аня, спустим. Тихо. Где? На самом верху? А давай, Наташа, потом покажем, как веревка... Наверху? Не вот тут у тебя завязано. Она под камнем идет в камень. Вот, бачишь, неведение. Не надо заходить на кухню, когда готовят. Я же тебе говорила. О-о-о-о. Боже, какая красота. Ты снимаешь? А, нет. Конечно, снимать. О, красиво. Вот оттуда мы спустились. Вот это да, было вообще, конечно. Круто, смотрите. Жесть. Фу. Так, это-то вот еще здесь идти. Скажу вам, надо не наступать сильно, а то трындец нам будет и поедем куда-то. Ну что, ощущения после спуска офигеть, конечно. Вот. Просто смотрите, какие извилины. Смотрите, как здесь вода текла, когда было наводнение. Ну, спастись было невозможно. Там еще спускались, все очки положили, все телефоны, чтобы, не дай бог, ничего. И нам гид помогал. Ну, если вот я, Наташа засняла видео, я спускалась. Ну, представляете, девчонкам было очень сложно, Наташу было сложно. Слава богу, что не спустились, все хорошо. Сейчас я одна здесь, абсолютно одна. Просто. Это какая-то круто-тенюшка, это не тень, это космос. Фух, это все еще дыхание перехватывает. Мы даже не отдохнули, сразу пошли. Дыхание после этого спуска перехватывает. Действительно, очень хорошая подготовка должна быть. Посмотрите, еще не знаю, даже ревни были, дожди. И, видимо, тоже текло это течение, которое унесло жизни туристов в 2019-м. Представляете себе вообще. Это катастрофища. Ну, еще камешки какие-то, вон, Наташа. Ладно, идем вперед. Переходим. Идем дальше. Что ты нашла? Чье-то грызла. Покажи лаву. Вот, Даша, тут еще артефакты нашла. Тут лавы здесь валяются. Слушайте, а кто это был? Это меня? Это целая куча лавы. Доброе. Пробираемся все дальше и дальше по ущелью. Это просто шоколадная сказка. Ух ты. Я просто ноги расставляю, пытаюсь пройти. Лава сходила. Ух ты. Это сходила лава. Круто. Могу. Спасибо. Ах, круто тенушка. Ну, туда какие-то животные спали. Улиточка. Она била, она била сюда. Это что? В Турции, в районе Кемена. Там тоже горная река. Там идешь практически такое же. Холодная река вообще. Снова подъемы и спуски. Подъемы и спуски. Ох, народ. У нас сегодня просто физическая нагрузка. Красота. Идем просто уже. Уже нафотографировались уже. Идем по вот этим вот. Ой, чуть не подлетела. Снова перелазить, залазить, вылазить. Эх, пошли. Вот этот самый крюк. Вот это где она лазила в фильме Рейбер. Она это Анджелина Джоли. А вот это вот конец уже туннеля. Мы тоже лазили. Вот он, красота. Вот здесь вот вода стекает по этим ярусам. Эта вот красота вся заканчивается. И мы возвращаемся. И вот нам показали этот крюк. Это реально была съемка фильма Рейдер. Рейдер, кажется, и Анджелина Джоли здесь лазила. Долго мы шли. Пришли отсюда в такую... Оттуда в такую зеленую-зеленую площадь. Серую. Горячая вода вообще. Какой цвет интересный. Просто сейчас кружочек пройдем. Если даже не поймаем, нормально вернемся к нашей Матате. Горячая вода спускается с горы. Водопадик. И тут если продавитость, то тут пар идет. Боже, какая красота. И реально вот потрогать оно просто кипяток. Мы трогали и я обожглась реально. Вот такая краса. Вот где мы были на самом деле. Фу. Вообще жесть. Вот там вот. В этом ущелье. Фу. Так что снова взбирались, но уже полегче было. Ну вот оттуда карабкались. Ну нормально в принципе выжили. Фу. Ну что, вот такое видео про ущелье было. До сих пор опасаюсь. Смотрю под ноги и ух, это просто ух захватывает дух. Ну как вам видео? Ставьте лайк, пишите коммент. Путешествуйте. Спасибо большое. Спасибо. И на сцену на сцене.